Доброе утро! Правда, сейчас не утро, конечно, сейчас уже начало второго дня. Я так поздно проснулась, потому что я вчера очень поздно легла, короче, под утро. Это потому что мы поздно ходили в кино с молодым человеком, и потом я пришла домой, у него работа образовалась, а я читала допоздна книжку. У нас отопления на кухне нет почему-то, нужно к соседу сходить, чтобы он слил, спустил трубу, в общем, батарею спустил. В комнате у нас теплее всего, поэтому я в комнате и зависаю, поэтому я так тепло и одета, потому что все равно сквозняк с кухни доносится. У нас, кстати, на улице уже который день очень большой минус. Вчера, по-моему, минус 15 ночью было, когда мы вчера в кино ездили, я просто в шоке была. Люблю такую лайтовую зиму, когда падает снежок, есть хотя бы 0, может быть, минус 2, и снежок хрустит под ногами, все так красиво. Нет ветра холодного и сильного. Собираюсь снимать видео, умылась, нанесла вот такое вот масло, это масло брокколи. Короче, оно такое вонючее, это масло от Спивак, и я, блин, даже не знала, не подразумевала даже, что оно такое вонючее. Хорошо, что я взяла миниатюрку в 10 мл, а то если было бы 50, я бы, наверное, его выбросила однозначно. Я им пользуюсь уже неделю. По свойствам оно неплохое, но оно вонючее, жутко, как будто мочу или как кашки размазываешь по рукам, а потом наносишь. Я тут занялась тестированием косметики, как вы думаете, какой? Ой, сняла сегодня 2 видео, такая гордая прям, ну еще куча дел, короче, побежала доделывать свои дела. А то я так могу их делать очень долго. Мои документы хочется носить с собой, когда куда-то уезжаешь далеко, на длительный срок. И хотелось какую-то такую вот книжку, как на права, что ли. И она выглядит, как обычная обложка для паспорта, но в ней есть выдвижной файл. Можно хранить какие-то такие вот документы. Но опять же, ИНН, допустим, нельзя складывать, перегибать его никак. Поэтому этот вариант у меня сразу же отпал. Но нужно что-то такое, чтобы в совокупности хранить все вместе. Вместо вот такого файлика, взяла в читай городе недавно, вот такие вот две папки. Это даже не папки, а уголок или что-то такое. Короче, он вот так вот открывается. Тем более, что я все время путешествую с рюкзаком. В спиной карман можно спокойно это положить. Взяла две для меня и для молодого человека, чтобы, в общем-то, это все можно было как-то укомплектовать. Потому что у меня уже, в принципе, пакет документов для обычного смертного готов. Почти готов. Еще одна бумажка осталась. И все, я буду укомплектованная. Поэтому нужно что-то придумать. Пока попробую этот вариант. Ну и вот, что у меня вышло. Все компактно. Главное, чтобы теперь все внутри не повредилось никак, нигде не поцарапалось, ничего не случилось. Расскажите, как вы перевозите свои документы. Может быть, есть какое-то универсальное приспособление, а я об этом просто не знаю. У нас уже темно. Когда я проснулась в час, еще светило солнышко. И буквально минут пять оно исчезло. И все как бы. Adios amigo. Дома есть. Нечего. Вернее, я доедаю остатки. Звучит это, как бомж из мусорки жрет. Нет, я просто доедаю то, что я готовила недавно. И нужно сходить по плану в магазин. Магазин у нас в доме находится. Поэтому далеко особо не придется идти. Просто нужно что-то купить. А то у меня фрукты там вот стоят. Одно яблоко и две мандарины, которые уже засохли практически. Так, ну все. Иду за своими вкусняшками. У нас на кухне холодная батарея. Хочу сходить к соседу, с которым я познакомилась ранее. Он говорил, что он редко дома бывает. Вот его квартиры. Запитана у нас кухня и туалет. Получается, там у нас как раз такие батареи и холодные. Я сейчас написала записку на всякий случай, если его не будет дома. Идем. Здравствуйте. От меня идет... Ну проходи, у меня ремонт. В общем, у нас снизу идет подача. Дальше проходит, по-моему, по верху. Заворачивает и идет в змеевик в ванну. Вот тебе надо стравливать в ванной. А у нас нет крана, это к соседям. Так, хорошо, подожди, подожди. А кран Маевского у тебя есть? Нет, у нас ничего нет. Давай, знаешь, что сделаем? Сейчас я одену трусы и носки. Тебе спущусь в бардаках. Я тут и в селон-то никак не разделываюсь. Короче, сейчас он придет сюда. Он еще и пьяный. Да, прием, конечно, таких пассажиров нежелателен. Дом, он, если что, у меня здесь молоток рядом. Так. В принципе, тебе подожди все. Это от меня идет. Красави, делаем так. У меня тоже свое дело. Это меня застало прям врасплох. Да нет, занимайтесь. Я просто думала, что от вас запитано, и можно будет согнать. От меня запитано вон зал. Островить только или вон тех перцев, скорее всего. Ну, они тоже, я не знаю, у нас студентка, он где-то работает. Да, может, записку оставить. Ну, в принципе, я сейчас к этим перцам зайду. Наверх. И ты сама благораживала, что ли? Нет, мы заехали уже так было. С молодым человеком. Ты лет сколько, где учишься? Да хоть познакомься. Я не учусь. Тогда попробуем стравить у них, если нет. Просто, понимаешь, время сейчас такое, что все или на работе, или с работы идут. Ну, нет, да, я понимаю. Если они сейчас есть, я займусь. Если нет, я выйду на час, дождусь их. Зачиняйся. Я тут перегар в квартире конкретный. Надо проветрить. Долго он тут рассусоливал. Я еще потом посмотрела, что камера не включена. Блин, думаю, не записала. Он тут такое морозило. Ну, ладно. Пьяный человек, как бы, ничего страшного. Бывает всякое. Да, многие могут подумать, странно вообще в свою квартиру впускать незнакомых людей. Но у нас подъезд, кстати, здесь такой, знаете, как из совковых таких времен. Соседи друг друга знают. Вот мы даже въехали, когда в эту квартиру. Все с нами здороваются, хотя нас никто не знает. Так что и выхода-то особо другого нет. Что делать? Нужно же как-то выяснять, как-то что-то делать. Поэтому вот дела обстоят вот так. Да, кстати, хозяева этой квартиры, тоже нам попались немного такие странные люди. Они не приезжают сюда. Они вообще с какой-то деревни. И они очень редко в самом Воронеже бывают. И чтобы нам даже заплатить за квартиру, нужно ждать 300 лет. Они у нас в прошлый раз только забрали за 3 месяца проживания квартплату и за коммунальные услуги деньги. Вот представьте, они все собирались, собирались ехать к нам и все никак не могли добраться. Никто из их семьи. И все, женщина это обещает. То сын приедет, то дочка, то еще кто-нибудь. И в итоге никто ни разу не приехал. И мы все время звонили, спрашивали, напоминали о себе, когда вы приедете, что, как. Тем более у нас там долги были по квартире. Но не у нас именно, а именно у них по этой квартире были долги. И мы не знали, оплачивать платежки или нет. Может, они, кстати, на это и рассчитывали. Но мы были благоразумны. Мы повременили и просто с ними созванивались, обговаривали это все. Теперь, как выяснилось, они будут сами оплачивать платежки. Мы им просто отдаем всю сумму и квартплату, и коммунальные все вместе отдаем. А они уже дальше там сами решают свои проблемы. Это, конечно, плюс, чтобы не ходить по этим почтам, не заморачиваться с оплатами и этим геморроем не заниматься. Вот так у меня сушатся вещи. Просто на балконе они не до конца высыхают. И приходится заносить потом домой, чтобы они уже до конца обсохли. Пришел только что. Ой, мужчина этот сосед. Он говорит, встретил этого соседа, которому нужно спустить воду. Он ушел в ночь, поэтому он не сможет делать это сегодня. Всегда убеждаюсь в том, что приходит помощь обычно. Откуда ты ее вообще не ждешь? Блин, так же сегодня холодно. Ух! Ух!